Да, приветствую, друзья. Вот запись пошла у меня, дорогой Игорь Николаевич Острецов, физик-ядерщик, которого мы ждали, и мы хотели задать ему вопросы. Игорь Николаевич, вас приветствует всем. Спасибо, я тоже всех приветствую, рад этой встрече, что я наконец добрался до Гросаи, и мы можем в спокойной обстановке побеседовать по очень важным темам. Да, вот самое главное, что по моему убеждению, это мой вопрос, по моему убеждению, электричество есть снаружи, вот лампочка горит, например, и есть внутри. Например, когда мы делаем иглоукалывание, током бьет, вот по нерву проходит, Тэ Чи называется, феномен отдачи по-китайски. Чи – это энергия, значит, есть внешняя энергия и внутренняя. А как вы считаете, в организме же тоже есть нервные пути, вот эти, где импульсы проходят, вот это же электричество, внешнее и внутреннее, по одним и тем же законам природы происходит? Конечно, то есть законы электродинамики описываются, как известно, уравнениями Максвелла, которые были написаны примерно в 70-х годах 19 века. Они фундаментальны, и они описывают все процессы, вот эти электромагнитные процессы, где бы они ни происходили. Будь то молния, будь то, значит, электрический свет на улице, либо работающий экран, Да, либо вот, и даже в организме, потому что там тоже в организме есть, ну, грубо говоря, значит, простейший источник электричества – это батарейка. Есть, конечно, источники мощные, а можно сделать батарейки, которые связаны просто за счет разделения различных материалов. В организме такие вещи, естественно, тоже есть. Это очень сложное устройство, сути которой люди стараются понять уже в течение очень длительного времени, но продвижение идет достаточно сложно. Это ведь в конце концов должно перевести к пониманию, что такое жизнь, как электричество оживляет организм. Вот в столе электричества нет, в металле есть, но все очень однобоко, а это очень сложный комплекс – организм. Вот наиболее близко, наверное, батарейка, которая сама генерирует. У нас демоглобин же есть в крови у человека, железо есть в крови. Вот сейчас делают анализы, например, берут капли крови и определяют. Достаточно у человека ферратин называется или как-то там называется, я не помню. Раньше таких анализов тонких не делали, но, в принципе, и железо есть в крови, и медь есть, и вот эти витамины, которые… То есть, и на некоторых вот люди ищут, когда батарейки создают, на каких металлах лучше с помощью каких-то перегородок, там из графита, еще это сейчас. Очень интенсивный поиск идет и находят наиболее эффективные вещи. А в организме это конструируется в течение очень длительного времени. И в конце концов сформировался такой феномен, который называется человеком. И это приводит не только к тому, что в нем просто ток идет, как батарейки, а он способен мыслить. Он взаимодействует со средой, он способен совершенствовать окружающий нас мир. И вот это сегодня у нас одна из основных задач, когда мы избавимся вот от того, то есть, безобразия, которое сегодня в мире творится. И нужно, чтобы человек сосредоточил внимание в основном на этих вопросах. Сейчас такое внимание сосредоточивают на этих вопросах очень немногие люди. К примеру, вот сидит напротив меня, которые об этом постоянно думают. Правильно, правильно, потому что мы философы. А нужно, чтобы об этом думали практически все. Поэтому им нужно донести вот этот смысл. Совершенно точно, поэтому ты делаешь эти передачи, чтобы очень много людей примкнуло к этим немыслим. Не о том, как воюют на Украине, и как там очередной олигарх сколько украл. О том, чтобы он думал о фундаментальных вопросах. Что такое жизнь, как она сформирована, и как мы ее должны организовать на фундаментальном уровне. Не дают же им думать об этом. Постоянно дают новости о войне. Постоянно дают какие-то... Отвлекают, отвлекают. Отвлекают от базовых вещей. Да. Так вот же оно в чем дело. Нас все время отвлекают. Поэтому эти волны и продолжаются. Потому что люди не мыслят, они не имеют времени, чтобы подумать. А человек хомо сапиенс, человек разумный. Да. Сейчас вот... Надо иметь хотя бы личное время, чтобы подумать о чем-то. К сожалению, значит, до настоящего... Значит, люди делятся на две категории. Потому что в начале существования рода людского ему был предложен выбор. Сделал между царем земным и небесным. Вот люди, подчиняющиеся царю земному, это те люди, которые от нас тянут всякие войны, всякие драки, всякие эпидемии, формирующиеся, что угодно. А люди, которые поклоняются царю небесному, они думают о том, как устроен этот мир. Как устроено живое, как устроен человек, как всё это сопрягается с иррациональным. В то время как люди, живущие под властью царя небесного, царя земного, они думают только о своём кармане. Вот две важнейшие категории людей. И мы должны на свою сторону привлечь как можно больше людей. Тогда и прогресс пойдёт быстрее. Людей меркантильных сделать философами, да? Или это, ну я шучу, но в принципе, духовное начало, чтобы в них тоже было. В основном. Да. В основном. То есть человек мало должен думать об этом. Это должен устроить коллектив, чтобы человек был обеспечен и занимался только своим делом, то, что он лучше всего умеет. И очень много, чтобы людей думали бы об устройстве именно вот интеллектуальной части. Как она внедряется в недра царя небесного. А вот эти торгаши, которые очень любят... Карманы свои. Карманы свои. На них вы все полагаться ставите, что они могут создать нам хорошую... Они ничего не могут, они дальше кармана ничего не видят. Как показали все последние события, они дальше своего кармана ничего не видят. И стараются, чтобы другие люди об этом не думали. Ну, это у них... Это у них что это? Это... Сразу вот идет. Нет. Я сейчас отвечу. Я сейчас скажу. Через час. Так, все. Да. Ну, вот, пожалуйста, не выключай дальше. Поехали. Это еще очень важный момент такой мы затронули. Игорь Николаевич. А как быть вот... Я знаю одного мужика, который мне говорил. Я когда маленький был, говорит, смотрю на пирожок с мясом. А ему было маленький, он еще в школе не учился. На пирожок с мясом смотрю и думаю, как из этого деньги сделать. Это его воспитали таким козлом? Или он такой по генетике? Ну, он жил в таких условиях, во-первых. Маленький он же приходит в какой-то мир и какое-то окружение. И первое время он, естественно, ориентирован на то, что этот внешний мир ему дает. Это только потом некоторые способны вырваться из этого чисто материального мира. Так я вам могу сказать, чем завершилась эта история. Я познакомился с этим человеком, который об этом пирожке рассказывал через много лет, когда он уже стал взрослый. Так это был главный рейдер Советского Союза, который забирал людей в вокзалы, аэропорты, там и все прочее, прикарманивал. Да-да, очень интересная судьба такого человека. И вот я до сих пор не знаю, может быть, он сегодня еще жив в этой деятельности своей, может, он переделался. Можно ли переделать человека путем воспитания, образования? Конечно. Во-первых, его подавляющее большинство людей ориентируется просто на внешнюю среду. Если он живет в определенной среде, и она его устраивает, то он, естественно, продолжает существовать и больше ничем не думает. Поэтому в предыдущий мир подавляющее количество людей ориентировалось в основном на материальные блага, потому что они были труднодоступны и думали об этом. А потом, значит, и когда материальный мир что-то давал, мог дать новое. То есть, благодаря чему развитие происходило на первом этапе. Потому что богатые стремились лошади пересечь, как я всегда говорил. В автомобиль, в самолет и так далее. А сейчас это закончилось. Отсюда уже из материального мира принципиально нового ничего не получишь. А поскольку численность людей растет, поэтому их обеспеченность будет падать. И дальнейшее развитие может произойти только за счет того, что человек будет внедряться в области рационального, о чем мы говорили. Чтобы основные мысли были там. Потому что оттуда уже можно извлечь материальных благ сколько угодно, что он вообще о них думать не будет. Потому что известно, что Христос одной рыбой накормил 40 тысяч человек. Этого уровня, этого потенциала просто надо достичь. А для этого человек должен быть абсолютно свободен. И вот я постоянно подчеркиваю, две основные фундаментальные религии в этом мире, ислам и христианство, в своей сути ориентируют людей именно на этот путь. Но чтобы человек духовно развивался. Конечно, в первую очередь. Как Христос говорил, не хлебом единым жив человек. Конечно. Это в те времена, когда хлеб был дефицитен. Тогда он должен был уже ориентироваться. А сейчас все в большей и большей степени. Это необходимо. Потому что процесс познания, о чем мы говорили, есть батарейка на столе работает и в организме человека. Но батарейка никогда не станет живой. А человек, в котором текут электрические токи, он живой, он мыслит. Игорь Николаевич, я слышал, что вы совершенно недавно получили авторские права. Да. Теперь вы можете свободно... Да, даже могу показать. Ну, покажите всем. Сейчас я... Наташа... Ну, ладно, пока... Наташ! Помоги нам, пожалуйста. Дай-ка мой этот, я покажу. Наташа Кузьмина, писатель, которая нам помогает сейчас в интернете. Покажу ее книжку, пока Наталья документ достает. Вот книжка Натальи Кузьминой. Там как раз о синхрогимнастике, о том, как от мечты к творчеству. Да, она очень талантлива. И она должна будет нас заместить, когда мы уйдем в высшие миры. Вот это свидетельство. Сейчас я попробую. Игорь Николаевич, я вас еще раз поздравляю с этим свидетельством. Наверное, это было не легко все-таки. Сейчас как с этим процессом? Удиви, мне говорили, что это очень сложный процесс. Но, по-видимому, ситуация все-таки меняется. Мне вот это свидетельство сделали за два дня. Ну, это, наверное, какие-то существуют течения такие вот, когда помогают... Нет, просто уже, очевидно, вверху поняли, что надо переходить к энергетическим технологиям, которые я пропагандирую уже 30 лет. Потому что вот на последнем заседании в Курчатском институте... А вы же были уже там? Да, и там сделали доклад о том, что работы по реакторам на быстрых нейтронах, которые сожрали 900 миллиардов рублей, привели к абсолютному нулю, и из этого ничего не выйдет. И на них надо ставить крест. И, по-видимому, другого выхода нет. И, наконец... Момент, и момент. Вот вы когда были в Курчатовске? Вчера, да? Или позавчера? В Курчатовске у меня был... Пятница. В пятницу, да? В пятницу, да. А вы там доклад делали или что? Я выступал просто. Доклад был, слава богу, не от меня, а уже представитель Росатома сделал такой доклад, что это тупиковое направление. Какое? А, скорее, эти реакторы на быстрых нейтронах. То есть, о чем они занимаются, да? Чем занимаются уже там лет 40-50 и стратили только в последнее время 900 миллиардов рублей, и в ответе ничего нет. То есть, они пришли к пониманию, о котором вы давно говорите. 30 лет дололи. Ну вот, друзья, вы представляете, мы дружим, а? Ну, он же профессор все-таки Игорь Николаевич, настоящий профессор, не просто так. Сейчас же просто так тоже много профессоров. Там дипломы получили и думают, что уже все в порядке. Очень много, да. Есть нормальные профессора, которые спорят, которые называются «Спори со временем». И вот сейчас время показывает. Не врать себе, в первую очередь. Не врать себе. Друзья, задавайте вопросы, пишите. Слушай, Наташа, а ты можешь нам в следующий раз устроить зум, чтобы прямо... Вопросы поступали немедленно. Наташа, а вот эти вопросы, которые успели написать, ты почитаешь? Давайте эти вопросы, которые вчера я прошла написать. Мы написали так. Так, вот, 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 вот. Спасибо, Благодарю за... Вот, спрашиваю. Вопросы, говорит. Кто создал нашу Вселенную? Задает вопрос. Как мы проходим в Землю и зачем? В чем смысл жизни на Земле? А спрашивают. Очень хочется узнать у Игоря Николаевича, кто создал нашу Вселенную и как мы приходим на Землю? Зачем? В чем смысл жизни? Вообще, этот вопрос, кто мы, что мы, куда мы идем? Ну, нормальный человек должен задуматься. У меня в книжке это написано. Там, значит, доказана теорема, что этот мир мог быть создан только разумом. То есть, в принципе... Игорь Николаевич, извините, вот, когда Вы это говорите, и вообще, когда я это слышу, Эйнштейн, например, говорил, что есть понятие разума. Для некоторых это как вот здоровый такой человек, всемирно... Высший разум. Высший разум. А для других это законы природы. Вот что Вы имеете в виду разумом создан? Это что, человеческим разумом каким-то? Или что это такое? Вот это главный вопрос. Я понял. Очень просто пояснить. Есть индивидуальный разум Ваш. Да. Есть коллективный разум. Коллективный, да. Например, библиотека имени Ленина. Да, все мысли человечества. Там все мысли сосредоточены. Сегодня интернет. Ну, это насмертно. То есть, вот, коллективный разум, он тоже развивается. Сначала это были маленькая писанина, обмен мнениями, где-то, чего-то. Это и есть коллективный разум. Потом это стали крупные библиотеки. Теперь это интернет, откуда Вы можете все найти. И вычислительные машины, которые все могут посчитать. Это и есть коллективный разум. А к какому, в каком виде этот феномен будет существовать в конце концов, который создал этот мир, этого мы пока не знаем. Вот это мы должны понять и к этому стремиться. А вообще это принципиально понимаемая? А? Это принципиально понимаемая сущность, абсолютное знание. А я уже сказал в самом начале, что доказана у меня в книжке теорема, что этот мир создан разумом. Да. А этот разум высший, есть результат развития разума человека за все время его существования. Обычно задают вопрос, а как же причинно-следственные связи? Да, да, я бы думал сначала. А в иррациональном там нет метрики. И вопрос в такой форме задавать нельзя. Почему разум на земле и человечество неуничтожима? Потому что этот мир существует, и он создан именно тем разумом, который возникнет за все время существования человечества. К тому моменту, когда оно достигнет этого потенциала. Это она этот мир создала, может создавать еще сколько угодно своих миров просчитает. Может быть, более благополучных, лучше устроенных. Каждый человек сможет создавать себе какой-то мир или условий жизни. Там будет возможно все. Вот ради кармана нынешний власть нам не позволяет об этом думать. А люди должны отказаться от кармана, а стремиться именно к этому. А как же ЖКХ заплатить? Как? А очень просто. Просто высший разум создал новую энергетику таким образом, которой я занимаюсь. Почему не дают мне заниматься энергетикой? Потому что новая энергетика обновляет авианосный флот Штатов. Вот сегодня с Натальей подготовили соответствующее письмо и отправим там по нужному адресу. Вот. Просто, а если авианосный флот... А вот для Вашей Штаты это как раз вот и олицетворение материальности мира. Ну, конечно, они же сегодня во главе финансового мира стоят. А, вот оно в чем дело. Конечно. А если они этого не смогут делать, финансовый мир сразу рухнет. Там много гуманистических идей, передовые технологии. Это было раньше, а сейчас ничего. А вот оно в чем дело. А сейчас у них основные мысли, как ковид насадить, как войну на Украине, на Ближнем Востоке. Так разве это Штаты делают? А кто же? А кто же? А кто же мы с тобой что ли это делаем? Швабисты какие-то там, швабы какие-то. Да нет, да нет, ну это же совершенно понятно было, что мы сами Шулькаром взяли. Нам американцы предложили, приказали его взять. Я об этом-то еще раз говорил. Потому что, как ведь там события происходили. Белоруссия подписала с Китаем... Маташка Белорусский партизан, смотрите, она аккуратно. Ну она подписывала с Китаем соглашение. И создали они там свой горн в Белоруссии. Белоруссию никто не трогает. То же самое собирался сделать Янукович. И для того, чтобы этого не было, нам приказали войти в Крым. Развязали эту войну. И война шла вот. И до сих пор еще. Страшнейший враг Украина и Соединенные Штаты. А мы туда на атомные станции поставляем уран. И кроме того, через Украину идут эти нефть и газопроводы в Европу. И Украина все оттуда откачивает. И все танки, и все ездят на нашем, так сказать, бензине. Ну какая это война? Я пережил настоящую войну. Я знаю, что такое война настоящая. Мыслимо ли бы себе, чтобы при Сталине кто-нибудь к нему пришел и сказал, Юрий Фессарионович, а Гитлер будет платить настоящими марками. Давайте им солярку поставлять, чтобы Сталин с ним сделал. Вопрос на сообразительность. Сейчас ты прочитала все вопросы. Там еще было, в чем смысл жизни на Земле, вот спрашиваю. А смысл жизни как раз в том, в развитии разума. Это основной смысл. А вот еще вопрос. Как технически человечество может внедриться в рациональный мир, где возможно все? Понятно, что на бумаге или устно можно много чего нафантазировать. Но как материальный мир с существующими законами физики можно изменить? Что это за устройства технические должны быть? Квантовые компьютеры, какие-то новые аппаратные обеспечения. Что должно произойти? Да, это первые шаги создания квантовых компьютеров. Это первые шаги как раз к настоящему интеллекту и пониманию того, как он работает. И мы на это сегодня должны направить основные силы. По факту движение в этом направлении уже идет. Просто потому что это путь очень тяжелый, очень сложный. Массив интеллекта, который над этим работает и думает, должен быть очень большим. Потому что из математики известно, что вот новая мысль появляется в качестве некой флуктуации. Возникла. Если она правильно, она начинает сразу распространяться и давать развитие. А эта всякая флуктуация пропорциональна корню из массива интеллекта, который над этим работает. Поэтому массив надо увеличивать. А это значит, что людей надо избавлять от материальных проблем. Основная задача. Ну, зачем нам нужен Абрамович на его 500-метровой яхте? Лучше раздать это максимально большому количеству людей, чтобы они жили и думали над делом. Потому что неизвестно, откуда такой человек появится. Тот же Эйнштейн из обычного патентного бюро. Или открытие электродинамики, о котором вы говорили. Это даже не Фарадей сделал, а его слуга, который ткнул Фарадея носом. Я об этом много раз и в книжке, у меня написано на этом. Это интересно, то, что они написали. Конечно. Неизвестно, в ком это возникнет. Может, сегодня ходит какой-то пацан нищий, а завтра он вырастет, и у него блестящая мысль в голове сверкнет. Так же, как и атомная энергетика была открыта, когда тот, кто ее открыл, сейчас выскочил из головы. Просто случайно положил кусок урага на пласти. Кюри, да. А? Беккер. Да, Беккер. Кюри, да? Кюри, да? Нет, Кюри уже искал, что там. И они получили первую Нобелевскую премию за это. Пьерто погиб, а Мария получила, значит, вот Нобелевскую. У нее две вообще Нобелевских премии. А первую она получила вот как раз Заполоний, который она извлекла и назвала в честь своей Родины. Она полячка была. Игорь Николаевич, вот интересное дело. Вот такой вопрос задали. В чем смысл жизни? Вы ответили, чтобы познавать... Развитие разума. Именно только в разуме. Звезда Вифлеемская, это именно звезда разума. Она погаснуть не должна. А вот еще вопросы. Игорь Николаевич рассказывал о сообществе с самоуправлением. Можно подробнее о тонкостях самоуправления, общении, ответственности, местонахождении и производстве необходимого для жизни? Да, ну, с чего надо начать, это ликвидировать все партии и все. А люди должны работать и жить в коллективах. И в этих коллективах, значит, каждый просто должен выполнять то, что он умеет лучше всего делать. Одно умеет лучше всех щи варить, другой лучше всех. Там обдумывают в облаче физики какие-то эксперименты, либо книжки, как угодно. Это совершенно не важно. Но начать это надо с того, чтобы люди просто... Каждый первый на своем месте. Цех, завод. Не сверху назначать, который будет на своему начальнику основная задача, сколько ему протащить туда наверх, чтобы сидеть, а избирать коллектив должен. Сегодня, когда люди уже научены тому, что дай людям свободу, они начнут дорогу на красный свет переходить. Боятся люди дать свободу людям? Нет. Как раз, если будут они жить в коллективах, то они ничего, никаких законов... То есть, часто они нарушают, потому что они инстинктивные внутри, против этой организации общества. А если они будут жить в коллективе, то они наоборот... Попробуй что-нибудь в коллективе сделать не то, в котором ты живешь. Тебе такого покажут, что навсегда забудешь. В самом-самом коллективе. Конечно, в самом коллективе. Это же община, да? Конечно. Я просто такой эксперимент, я неоднократно об этом говорил. Я зарплаты не мог давать, а я... Премии, когда мне давали, я всегда давал ребятам. Дели как подельте, приносите мне, я просто передам наверх, и все. Первое время были там драки, а потом мне там пальцем не надо было шевелить. Работали идеально. И никаких проблем... Я только с внешними силами боролся. Интересно. А внутри коллектива... Еще вопросы там были, да, Наташа? Посмотри, пожалуйста. Ну вот про цифровой концлагерь спрашивают. Вот многие... Вот нам пытаются его навязать. Вместо того, чтобы познавать, как цифру увязать с разумом, как они связаны, нам предлагают в основном заботиться о чем? Чтобы деньги только были в цифре. Чтобы можно было проследить, куда ты их тратишь. И как тратишь, не пришло ли тебе что-нибудь со стороны. То есть запереть. То есть это нужно, как Ленин говорил, про стакан можно использовать для питья и для того, чтобы... А на самом деле надо думать о том, чтобы деньги вообще ликвидировали. Да. И тогда как люди будут... Они цифровой концер... А как будут, вот, например, я картину написал. Конечно, потому что... И пять человек хотят у меня ее приобрести. И как я без денег смогу ее передать? А тебе не нужны будут деньги посадить? А так она уже не нужна. Так нет, зачем? Она же одна. Так какая разница? Я туда вложил часть жизни. Она будет висеть просто там, где люди все ходят и смотрят. Почему она должна быть для одного человека? Во, это ответ на мой. Она должна быть для всех. Отлично, отлично. То есть, по существу, это будет принадлежать человечеству. Конечно. Очень хорошо. Работа каждого конкретного человека будет принадлежать всем. И плоды работы всех других людей будут принадлежать ему. Да, вот именно. Каждый для всех и... Все для него. Да. Во, отлично. Так вы революционер, дорогой мой. Нет, я не революционер. А революционер. Я последователь Христа и Ислама настоящего. Отлично, отлично. Друзья, Наташа, ты... То есть, царя небесного. Да. А царь земной – это деньги. Да. Поэтому «Золотой теленок», писал Ильфа и Петров, имелось в виду, что когда Моисей пошел на гору Синаи, там скрижали, так сказать, у Бога получил, в притче вернулся, они собрались, лужка этого сделали, Бога золотого сделали, и мы молились, вместо того, чтобы то, что Моисей... Даже тогда в этой... Тогда еще в большей степени было лучше, чем сейчас. Значит, друзья, пожалуйста, пишите вопросы. Видите, какие важные вопросы вы поднимаете. И видите, живой титан, который сидит рядом со мной, готов искренне на них ответить. Даже мы где-то касались немножко, хотя наш канал абсолютно не политический, а именно смысловой. Как раз таки мы, рискуя, так сказать, собой, касались этих вопросов, где какой-то дурак может подумать, что мы политикой занимаемся. Да. Мы никакой не политикой, мы просто интерпретировали основные документы в фундаментальных религиях, ориентированных на Царя Небесного. Вот что мы делали. Я вас еще раз поздравляю, что у вас теперь официально зарегистрировано самое нужное, то, что вы теперь имеете. Вот Наташа показала этот документ. Друзья, поздравляем Игоря Николаевича. Я могу еще раз. Да, покажи еще раз, это важно. Потому что столько лет Игорь Николаевич боролся, чтобы доказать науке нашей, и академии нашей, и, наконец, академия признала. Через 30 лет. Да, признала, да. Ну вот, это отлично. Это большое эпохальное событие. Спасибо. Спасибо, Игорь Николаевич. Давай, Наташа, попросим всех, пишут комменты, задают еще вопросы. И когда вы еще у нас гостях будете? Ну, когда прикажете. Ну, когда вам прикажете. Вернее, когда Наталья прикажет. Да, когда Наташа, да. Наташка пишет книжку сейчас с Игорем Николаевичем. Когда напишешь книжку? Ну, завтра, сказал. Завтра, ну все. Значит, давайте, пишите быстрее комменты. На наш канал подписывайтесь. Кто новичок не подписан, на YouTube канал и на Telegram подписывайтесь. И на Telegram и канале есть еще платформа «Поможь себе». До встречи, друзья. Спасибо. Мы вас ждем завтра же. Потому что время не ждет. Ну, какие проблемы? Время не ждет. Наташка теперь за рулем. А я сплю на заднем сиденье. Да, это шутка. Мечты, мечты, да. Да, это шутка. Да. Да.